Москва, 6 июня, РИА Новости Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия, раскритиковал применяемую БДИП ЧОБСЕ методологию оценки выборов. Это позиция бюрократов организации. По словам многих рядовых членов миссии, перед началом наблюдения им давали установки обращать внимание не на позитив, а прилагать максимум усилий для поиска негатива в электоральной системе России. В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ, опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в Российской Федерации. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы и законодательства. Бюро рекомендовало российским властям также привести избирательное законодательство в соответствии со стандартами организации. Методология, которую применяют БДИПЧ ОБСЕ – это методология функционеров, бюрократов этой организации. «Это не позиция, которая могла быть изложена в неком мандате при участии всех стран-членов ОБСЕ», – сказал Лихачев РИА Новости, комментируя выводы доклада. По мнению Лихачева, БДИПЧ ОБСЕ и, соответственно, организуемая ими миссия наблюдателей, теряют способность быть сбалансированными и объективными, работают на основе невмешательства во внутреннее дело, уважая суверенитет государства, в котором проходят выборы. Он отметил, что на это указывает и нынешний их доклад, и доклады подобных миссий по итогам недавних выборов в Казахстане, Азии, Вайджане, других странах. «Мне даже просто неудобно за некую стыдливость в попытках указать факты со знаком плюс, которые члены миссии наблюдали. И все эти моменты ушли в так называемый подстрочный материал», – отметил Лихачев. Он напомнил, что именно к объективности призывали международных наблюдателей и руководство Центризбиркома, и коллеги-организаторы выборов в российских регионах, однако почти 500 членов миссии БДИПЧ, работающих в период избирательной кампании в России, по его мнению, так и не смогли овладеть современным инструментом анализа и объективных оценок. «Говорю это с большой горечью, потому что в миссии были люди, настроенные на объективный анализ. К большому сожалению, я вижу, что сегодня ряду людей, очень известных дипломатов в Европе, в парламентском сообществе, которые были привлечены к работе миссии, приходится менять свои точки зрения и играть в игру под названием русофобство», – сказал Лихачев. Он также изложил один из аспектов работы миссии БДИПЧ, о котором говорили сами наблюдатели, входящие в ее состав. «Мной поделились многие рядовые члены этой миссии, они говорили, что на внутренних совещаниях перед началом наблюдения им давали установки обращать внимание не на позитив, а максимальные усилия прилагать для поиска негатива в российской электоральной системе, в российской политической практике», – рассказал собеседник агентства. Эта линия, по его словам, перевесила разумные подходы, основанные на международном праве, на уважении государственного суверенитета РФ, на стремлении к ДИПЧ ОБСЕ как части структуры ОБСЕ работать в духе сотрудничества с Российской Федерацией. Самотональность, сам подход, методология этого документа не соответствует задачам снятия напряженности, особенно на европейской площадке, которую ОБСЕ представляет, подчеркнул Лихачев. Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов. За него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, 11,77%. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 5,65%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова